Канцлер Германии обратилась сегодня с призывом к европейцам. Ангела Меркель считает, что они должны рассчитывать только на собственные силы и не полагаться на партнеров, имея в виду Соединенные Штаты. Такое заявление она сделала после серии переговоров с Дональдом Трампом. Значит ли это, что в отношениях Европы и США наступила новая эра? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Ангела Меркель обычно очень сдержана в своих заявлениях. Канцлер известна тем, что всегда старается сгладить углы и взвесить каждое слово. Даже после громких разоблачений Эдварда Сноудена канцлер взяла себя в руки и спокойно пожурила американцев, дескать, за друзьями не шпионят. Но после встреч с Трампом на саммитах НАТО и Большой Семерки нервы сдали даже у Железной Фрау. О новой концепции отношений между Европой и США Меркель сообщила не в ведомстве канцлера или в Бундестаге, а во время выступления в обычном пивном шатре Мюнхена, где проводила плановое предвыборное мероприятие. Она рассказала о трудных переговорах с Трампом и вдруг заявила, в трансатлантических отношениях наступили новые времена. Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли. Мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки. Естественно, сохраняет дружеские отношения с Соединенными Штатами, Великобританией, сохраняет добрососедские отношения, когда получается это делать с Россией и другими странами. Однако мы должны понимать, что следует самим бороться за свое будущее. Это заявление по косточкам разобрали все авторитетные американские и европейские СМИ. И большинство из них едины. Старая Европа не смогла найти подход к Америке Трампа. Прогноз такого отношения между Евросоюзом и США явно охладеют. Будут разногласия и в рамках НАТО, а в самой Европе укрепится лидерский тандем Германии и Франции. Если в Америке считают, что Ангела Меркель была предельно риска, то в самой Германии нашлись политики, которые раскритиковали ее за мягкость. Например, главный соперник канцлера на будущих парламентских выборах Мартин Шульц. Он заявил, что европейцы должны дать отпор Трампу и не позволять американскому президенту себя унижать. Правда, как именно это сделать, Шульц не уточнил. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.